Энергетики в ПЭС и ДРСК совместно ликвидируют последствия возгорания на подстанции Загородная на улице Борисенко. Всю ночь в Велосе продолжается переподключение абонентов на резервные линии, чтобы восстановить электричество. Огромная работа проделана для подачи тепла и горячей воды. На подстанции ДРСК произошла большая авария. Повредилось оборудование 6 кВ, которым сейчас ведутся большие аварийные работы, восстановительные работы, много бригад. Также для того, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение, ДРСК в ПЭС выделили резервные ячейки. И в эту ночь электросеть занимается переводом, прокладкой новых кабельных линий с сгоревших ячеек на резервные. Ну и в ближайшее время должны закончить. Также ночью возле ТЭЦ-2 есть большая магистральная насосная станция тепловых сетей МОПВФПС. Ночью была проложена новая кабельная линия от обороны «Энерго» для запитки насосной станции. И сегодня насосная станция была ночью введена, и в части населения было подано горячее водоснабжение и отопление. Напомним, вечером во вторник, 23 января, около 18 часов 50 минут, в районе Борисенко-108 загорелась подстанция «Загородная». Аварийно-восстановительные работы длились всю ночь и продолжаются до сих пор. Но электрооборудование сильно пострадало от пожара. Произошло отключение двух трансформаторов на подстанции ДРСК. На ликвидацию последствий направлены все силы энергетиков. В течение всей ночи у нас аварийно-восстановительные работы проводились на подстанции «Загородная». Работали по устранению повреждений. В результате высоковольтных испытаний были выявлены скрытые дефекты оборудования, которые требуют замены. Настоящего времени аварийно-восстановительные работы продолжаются. На площадке работы порядка 36 человек. Принимаем все усилия для скорейшей подачи электроснабжения в доме. Детские сады и школы в Первомайском районе готовы принять детей. Медицинские учреждения работают в штатном режиме и переподключены на автономную систему.